здравствуйте в студии олег хилл с самыми актуальными новостями на пятницу 10 июля вооруженные полицейские взяли штурмом дом подозреваемого в подготовке терактов в восточном лондоне на кадры видео попал момент штурма дома вскоре после которого из здания вывели мужчину закованного в наручники за один день в великобритании по подозрению в подготовке террористических актов были арестованы четыре человека позже выяснилось что рейд был проведен контртеррористическим командованием столичной полиции вместе с другой операцией в лестере были арестованы 27-летний мужчина в лондоне еще двое были арестованы по другому адресу тоже в восточном лондоне и 32-летний мужчина был арестован в лестер шире все четверо были арестованы по подозрению в причастности к совершению подготовки или подстрекательству к террористическим актам и в настоящее время они остаются под стражей в полиции один из арестованных в лондоне мужчин был укушен полицейской собакой и доставлен в больницу за какое именно место его укусила полицейская собака не указывается и в тот же момент пять обвинений включая терроризм выдвинула в отношении своего сотрудника полиция лондона обвинения выдвинутые против 21-летнего бенджамина ханна в том что 17 декабря 2016 года по 1 января 2018 года он являлся членом ультраправого национал социалистического движения национальное действие и при этом не упомянул об этом при поступлении на службу в полицию движение национальное действие внесено в перечень запрещенных великобритании в этой связи против ханна выдвинуты два обвинения в предоставлении заведомо ложных сведений а также он обвиняется в двух эпизодах хранения непристойных детских фотографий ты не сознание ты совесть потерял в городе клифтонвилл где проживает очень много представителей еврейской диаспоры неизвестные оставили нацистские наклейки и граффити на столбах там были обнаружены лозунги а также наклейки посвященные датам рождения и смерти адольфа гитлера также там была прикреплена ссылка на нацистский сайт об инциденте сообщили в полицию во вторник 7 июля правоохранители ищут свидетелей а также тех кто готов предоставить информацию которая касается этого правонарушения представители отдела по борьбе с расизмом в британском графстве кент осудили неонацистов и объяснили что людям с такими взглядами не место в современном обществе я вот например иудей вы иудей соломон еврей только за последние 24 часа почти 10 тысяч рабочих узнали что их рабочие места могут быть сокращены с четырьмя тысячами объявленных сокращений в бутс и более чем тысячи потенциальных увольнений в джон-люис так как оба ритейлера объявили о закрытии магазинов джон-люис закрывает 8 магазинов они как бы побольше а бутс поменьше закрывает 48 магазинов ранее на этой неделе бургер кинг и претто ванже тоже объявили о закрытии предприятий и сокращение рабочих мест в результате чего 2600 рабочих мест были потеряны в целом около 15 тысяч рабочих мест в ресторанах были подвергнуты риску к сначала кризиса кто бы мог подумать что тут может быть безработица на западе когда-то литовцы тысячами покидали родные края в поисках работы в поисках счастливой судьбы перед второй мировой войной литва была экспортером дешевой рабочей силы кто в буржуазной литве мог представить себе что вот так просто можно найти себе работу и кем бы ты ни был слесарем наладчиком или сборщиком океанских кораблей ты всегда найдешь себе место великобритания переходит к очередному этапу выхода из карантина на протяжении следующих двух недель будут сняты ряд ограничений новые смягчения будут вводить в несколько этапов по словам оливера даудена с 11 июля можно будет проводить театральные оперные танцевальные и музыкальные шоу на свежем воздухе с понедельника 13 июля в стране откроются косметологи и тату а также спа-салоны спортивные залы крытые бассейны и другие спортивные сооружения смогут открыться с 25 июля наконец-то а то пиво пить разрешили а спортом заниматься нет а вдруг вирус в тренажерном зале не переживай ботан туберкулез открытая форма социальное дистанцирование все еще остается жизненно важной мерой безопасности впрочем британском бристоле нашли выход из ситуации правда только для влюбленных пар друзей или родственников художники участвовавшие в граффити фестивале up fest нарисовали на лужайке в местном парке множество белых сердец внутри которых идеально помещаются пара человек само собой сами сердца расположены друг от друга на безопасной дистанции ну а на сегодня все увидимся с вами в прямом эфире в субботу договорились